Учебный год в самом разгаре, но если школьники младших классов с нетерпением ждут очередных каникул, то будущие выпускники в волнительном ожидании единого государственного экзамена. Причем, как показывает практика, большинство 11-классников ужасно боятся ЕГЭ. Как справиться с эмоциями, можно ли перебороть страх? Об этом поговорим в студии с психологом Краевого кризисного центра для мужчин Ларисой Головиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Психологи вашего центра разработали авторскую программу подготовки ребенка к самому процессу сдачи ЕГЭ. О сути этой программы поговорим чуть позже. Прежде расскажите, почему взялись за эту тему? Ну да, наша программа называется ЕГЭ без нервотрепки. Ну, мы, в общем-то, как психологи понимаем, что наш вклад в сам процесс подготовки к какому-то ответственному мероприятию может быть очень важен. Почему? Потому что одно дело знание, одно дело, ну, моя какая-то, мое владение темой, но любой экзамен – это всегда такие специализированные условия, в которых проверяются, может быть, даже не столько знания, сколько проверяется некоторая моя способность устоять вот этому, ну... А ведь зачастую бывает, что все знал, но из-за волнения ответил неверно. Увы. Да. А ведь еще и тот период, который, ну, в предвкушении, скажем так, которого ребенок проживает, может очень сильно, очень тяжело ударить по его нервной системе. Мы знаем, какими тяжелыми срывами могут оборачиваться вот эти вот несколько месяцев, оставшиеся до ЕГЭ. И как раз, чтобы таких ситуаций было меньше, может быть, чтобы не так болезненно юноши могли это переживать, мы решили предложить, ну, свою программу подготовки. Мне кажется, что зачастую очень главную роль играют в этом вопросе сами родители, которые нагнетают обстановку, говоря о том, что вот не сдашь, пойдешь там дворы мести. И вот, собственно, рисуют ребенку такое неблагоприятное будущее, и ребенок поддается вот этим всем каким-то настроениям и впадает в депрессию. Вот большая ошибка родителей, наверняка еще и педагоги тоже кричат этим. Вообще взрослые, которые окружают ребенка, так называемые референтные лица, которые для него имеют какое-то значение, они могут большую очень внести долю в его состояние. Но мы сознательно решили сделать эту программу именно для подростков, потому что ребенок этого возраста, ну, человек этого возраста уже был до достаточного уровня рефлексии и достаточно способен, ну, какие-то делать самостоятельные выводы. И, в принципе, в своей эмоциональной жизни он достаточно автономен. Если, например, это ребенок младшего школьного возраста, и он демонстрирует симптомы тревоги, страха и депрессии, как правило, психолог в работу берет семью или вот того взрослого, с которым наиболее эмоционально ребенок связан. А когда речь идет про подростка, то вполне можно уже психотерапевтическую работу вести с ним. Ведь как раз в создании любого эмоционального состояния очень большую роль играют мысли, ну, наше мышление. Вот я когнитивно-поведенческий психолог, то есть я работаю с мышлением и с поведением. И суть моей программы как раз в том и заключается, что мы будем работать с теми ошибками в мышлении, которые, скажем так, раскачивают наше эмоциональное состояние. Которые закладывают, собственно, родители и педагоги. Мы сейчас об этом немножко говорим, да? Да. Это большая ошибка, вот так пугать ребенка таким будущим. Я бы сказала, это очень жестоко на самом деле, но вряд ли родители делают это сознательно. То есть необходима все же поддержка. Очень важна. Очень важна такая, ну, создание такой теплой эмоциональной поддерживающей обстановки. Но видите, мы не можем обвинять в этом ни родителей, ни педагогов. Вряд ли они сами вот этот момент, ну, вряд ли они делают это сознательно. Скорее всего, они находятся тоже в достаточно истощенном состоянии. У них собственные какие-то переживания, какие-то поднимаются их собственные темы. Поэтому они, может быть, не могут быть достаточным ресурсом поддержки. И, опять же, поэтому мы предлагаем свои услуги как специалистов, кто может в этот момент для юноши, ну, вот такую поддержку оказать. А почему дети, вот волнуясь, переживая за экзамен, за его результат, они берут учебники и начинают зубрить? Почему они впадают вот в какое-то вот такое волнительное состояние? Сели бы, учили, пошли бы к репетитору, обращались к классному педагогу, просили педагогов остаться после уроков, в принципе. Ну, кажется, да. Да. Но вот я думаю, что любому взрослому, может быть, даже вам знакома эта ситуация, когда тревога и переживание тревоги становятся самостоятельным занятием. Когда тревога, вообще опасность страха в чем? Страх парализует, страх не дает действовать. Тревога – это, ну, нечто такое промежуточное, это еще не совсем страх, но это то же состояние, которое отнимает очень много ресурса. И если человек не очень хорошо отдает себе отчет в том, как он, грубо говоря, делает себе тревогу, он может увлечься этим процессом, и тогда у него не останется ни сил, ни, скажем так, свободы, оперативной свободной памяти, ну, там, в своем мышлении, чтобы делать что-то другое. И вот поэтому, ну, вот, когнитивная терапия, она очень хороша как раз в работе с тревожными состояниями, потому что она помогает, делает для человека доступным те ошибки в мышлении, вот как я своими мыслями создаю себе свою тревогу. Не обязательно ситуация, которая меня пугает, происходит на самом деле. Чтобы пережить состояние страха, достаточно представить себе что-то пугающее. А если я не замечаю, как часто я представляю пугающую ситуацию, если я не критичен к тому, насколько я преувеличиваю, может быть, степень опасности, то я этот процесс запускаю, и он поддерживается, и поддерживается, и поддерживается. И пока я самостоятельно его не остановлю, не изменится мое состояние. Вот, собственно, работе с мышлением, работе с этими ошибками, которые приводят к такому состоянию, будет посвящена эта группа. Давайте теперь рассказывайте подробнее, как будете работать. Какие основные направления? Мы будем встречаться раз в неделю. Начнется у нас группа 5 февраля. Поэтому, если кто-то хочет, то до 4 февраля можно подать заявку, до 4 февраля включительно. Конечно, делать это нужно лучше взрослому, но если человек уже есть 18 лет, он может самостоятельно на себя заполнить заявление. Потому что кризисный центр для мужчин – это государственное учреждение, мы работаем по заявительному принципу. То есть нужно будет заполнить заявление, предоставить документы. То есть прийти непосредственно к вам? Да. Но сначала предварительно нужно все-таки позвонить. По телефону 55 12 88. И чтобы понять, например, вообще есть ли места на группу? А, кстати, количество мест ограничено? Количество мест ограничено. Такая вот групповая работа, ну, она предполагает, ну, где-то, может быть, человеку 10, не больше, потому что это тогда уже получается формат какой-то лекции, а нам нужны у нас другие цели и задачи. Но это будет один курс? Или вы потом наберете еще группу? Ну, видите, в этом году, скорее всего, это будет один курс, потому что, ну, по срокам он будет длиться 6 недель. 6 встреч у нас будет по полтора часа, один раз в неделю, по средам. И, скорее всего, вторая группа, ну, просто уже будет неактуально по срокам. Попасть в группу могут только мальчики? Только мальчики, да. Кризисный центр для мужчин работает только с мужчинами. Так, может, стоит поделиться вашей разработкой с другими коллегами, с кризисным центром для женщин, чтобы и девочки могли, в общем-то, приобщиться? На самом деле, я вот не думаю, что в этой программе, может быть, нет особо чего-то уникального в том смысле, что любой психолог, если ему эта тема интересна, тема тревоги, он может брать и работать. Вот я работаю как коммунитивно-поведенческий терапевт. А если психолог работает другими инструментами, точно так же с этим состоянием и с этими переживаниями он может работать своими инструментами. В ней, особенность в ней пошла в том, что вот мы взяли узкую тему, и мы взяли специальный инструмент, который хорошо работает вот с таким состоянием. Но я думаю, что если коллегам это интересно, они вполне могут создавать свои авторские программы. Даже здесь нет каких-то специальных необходимостей, какой-то опыт тиражировать. Мы все с вами вокруг да около, суть программы так и неясна. Шесть занятий, что они будут в себя включать? Это будет последовательное обладение навыком рефлексии на собственное мышление. То есть замечать, какие мысли приводят к состоянию тревоги, содержание этих мыслей, нет ли в этих мыслях, например, не являются ли они, например, черно-белым мышлением. То есть это будет какое-то общение просто с ребятами? Ну да. Или это будет тренинг? Ну это будет скорее выполнение упражнений, обсуждение проблемных ситуаций, я бы так сказала. Вот каждый будет делиться своими какими-то переживаниями. Это будет отработка конкретных навыков. И не факт, что эти задания будут касаться исключительно учебы? В целом жизни, наверное, отношения? На самом деле они будут у нас касаться учебы, все-таки больше учебы. Но вот как произошло с нашей, например, родительской группой? Она ведь тоже была узкозаточенная под проблемы взаимоотношения родителей и ребенка. Но в конце группы родители всегда сообщают о том, что вот эти инструменты, которые я получил на группе, я точно так же переношу и на свою другую жизнь, в работе, где-то в других отношениях. Поэтому моя, конечно, тайная надежда, что мальчишки смогут потом этими инструментами пользоваться и в жизни. Потому что, ну вот, по сути, если научиться это делать, ну, походы к психологу нужны, может быть, там, почти не нужны, если научишься сам это делать только в каких-то кризисных острых состояниях. Поэтому, да, мы будем работать в основном с темой учебы, но тема тревоги и тема самозапугивания, скажем так, очень актуальна для нас вообще в жизни. Поэтому я надеюсь, что выпускники вот этого курса в ловушку собственной тревоги попадаться будут все реже. Как вы думаете, достаточно вот шести занятий? Чтобы овладеть навыком, да. А чтобы закрепить? Чтобы закрепить, да. Больше времени нужно, например, там, если есть желание пойти в какую-то глубинную терапию. А у нас нет такой задачи здесь. Если у юношей появится такой запрос, конечно, мы в индивидуальном формате можем продолжить работу. У нас достаточно в кризисном центре специалистов, которые могут продолжать эту работу. А можно ли каким-то образом потом отследить результат? Или только после того, как ребенок, собственно, сдаст ЕГЭ, обратимся к нему и спросим, какие у него были чувства? А я думаю, что результат мы сможем получать уже в процессе работы. Вот особенность этих инструментов такова, что научившись ими пользоваться, ну, это, как я использую такой термин, однажды увидев, потом нельзя развидеть. И, как правило, вот эта вот обратная связь от них, я думаю, что будет поступать еще в процессе. Когда они будут обнаруживать, что вдруг, например, наступил там, ну, там, мама начала опять мне рассказать, как я стану дворником, и вместо там привычного прилива ужаса, там, и чего-то там, или там желания пойти и съесть полкило конфет, там, я смог, ну, как-то почувствовать себя совсем по-другому. Вот моя задача в этом месте закрепить, что ты такого смог себе сказать, что твое состояние изменилось, что твое состояние не стало таким, каким оно было вот... Ну, в принципе, мне кажется, эта программа подходит для любого человека, который устал от жизни, устал от проблем, быта и так далее. Для любого человека, который привык тревожиться. А в нашей жизни тревога очень распространенное состояние и очень такое дисфункциональное. Поэтому, да, ну, у меня просто большой опыт работы с тревожными состояниями, поэтому я вот его сейчас, ну, переношу вот на такую аудиторию. Как вы думаете, у этой программы есть будущее? То есть вот попробуем на первой группе в следующем году. Повторим? Я надеюсь, что опыт будет удачный. Опыт родительской группы был очень удачный. Мы три года уже по нескольку выпусков делаем в год, поэтому я думаю, что с ребятами будет так же. Давайте в завершение беседы еще раз напомним, куда обращаться, по какому телефону звонить? Звоните до 4 февраля по телефону 55 12 88. Спасибо за эту полезную беседу. Вам удачи. И удачи мальчишкам. Спасибо вам. Хорошего дня.